друзья мои что он покажу на стёпа заболел да и врач приходила сейчас я уберу этот весь бардак в общем что хотела сказать пожили мы вот с этими стеллажами чтобы вам было видно сушилка значит пожили мы вот с этими стеллажами две недели получается мне не нравится мне не нравится как смотрится во первых вниз ничего не поставишь потому что ну понятно веруся у нас будет это все брать во вторых их все-таки не пришли не прикручивать чтобы не портить стены соответственно есть вероятность того что уронят ну и самое главное знаете вот такое вот ощущение что где-то мы дверцы потеряли от этих стеллажей вот и вот небрежности какого-то незавершенности поэтому это стеллажи икея я сейчас все уберу вот этот стеллаж поставила просто на авито за символическую плату сейчас приедут заберут и все поэтому решили распрощаться не нам больше в принципе никуда не нужны нигде не подходят поэтому освобождаем и пока будем просто с комодом со временем я думаю что приобретем сюда мебель и будет красиво и благородно и главное удобно и не будет вот этого вы знаете чувство хлама захламленности хотя тут памятные все такие вещи хорошие стоят но тем не менее ощущение какого-то ну вот грудью завершенности что дверь еще не поставлено их и нет и не должно поэтому вот так вот и раз у меня сегодня день вот этой зоны я думаю я разберу сейчас стеллаж какие-то бумаги еще что-то поэтому займусь приглашаю вас вместе со мной заняться этим комодиком и разберем сейчас у меня здесь какие по какому принципу значит здесь у меня все швейная вы знаете дальше швея мотористка вот здесь все швейная здесь у меня еще горячий пистолета какие-то ну частенько что-то мастеру своими руками у меня все здесь здесь это такое знаете мой ящичек назовем его вот так все мое такое для девочек девочек лежит здесь естественно все документы они же документы здесь тоже пусто потому что здесь лежало постельное белье я его убрала сейчас разберемся чтобы было очень аккуратненько и удобно всем здравствуйте дорогие мои зрители добро пожаловать новым подписчикам зрителя моего канала хотела конечно вставить какую-то красивую заставку но я еще раз повторюсь что степан у нас приболел уже намного лучше скоро пойдем на прием к врачу надеюсь что его выпишут в детский садик вот поэтому ну как есть да там даже не поздоровалась и поэтому исправляюсь во первых хочу сказать всем огромное спасибо за приятные комментарии которые вы оставляете кто-то оставляет с пожеланиями как сделать лучше это очень ценно это очень важно для меня потому что я учусь только так сказать покоряю youtube и для меня это тоже очень важно поэтому всем огромное спасибо ну и я начинаю заниматься домашними делами у меня тетя летали в абхазию отдохнуть и привезли вот нам с мужем такие подарки в виде брелочков но там еще ребятишка много подарочков было поэтому я все попросил поиграть дала ему разбираю комод когда дети болеют не делаю ничего такого знаете прям масштабного и глобального во-первых потому что дети болеют непредсказуемо да и были у меня совершенно другие планы на эту неделю но как говорится знаете хочешь размешать бога расскажи ему о своих планах поэтому подстраиваемся под обстоятельства и просто точечно делала какую-то уборку смотрю на состояние дасти пашика показывала вам видео грамоты романа он у нас занимается карате это грамоты с его соревнований бывают и первые вторые и третьи места вот вот проигрывает но я всегда говорю что побед без поражения не бывает поэтому работаем дальше и далее покажу также степана рисунки он у нас ходит в кружок изо при садике дополнительно тоже занимается рисует очень ему это нравится детки у нас абсолютно все творческие любят рисовать любят что-то делать своими руками поэтому мы как родители всячески это поддерживаем и я считаю просто знаете такое преступление когда родители но не дают ребенку самовыразиться опять же все поступают по ситуации и вот стёпа у нас изъявил желание ходить на рисование мы поддержали также и с романом да то есть он у нас изъявил желание заниматься карате и мы конечно его поддерживаем как можем поэтому дети у нас как говорится пристроены по поводу точечной уборки то есть я смотрю вот у нас теплого бегает играет но при этом дам объем лекарства измеряем температуру вообще не понятно что это заболеть такая была была просто ребенка высокая температура немножко красноватая горло но не до такой степени чтобы дать найти температуру почти под 40 и на удивлю удивлены мы были и жаловался на головные боли но сейчас сумма хорошо слава богу сдали сразу все тесты чтобы исключить все возможные заболевания вот и сейчас уже слава богу гру на поправку пошел все нормально вот ну а я решила у меня вылезать этом бумаги какие-то да я там печатала дипломную работу ребятам что-то распечатывал и вот так вот в кучке они у меня лежали я решила разобрать какие-то оборотки опять же ребятам на поделки то что нужно я убрала то что не нужно да либо она испорчена с двух сторон я выбросила посмотрим результат здесь ничего не поменялось но как я была таки осталось здесь просто разложила вот чтобы все было удобно на звезда помощник здесь у нас самые частые документы вот то есть у меня посмотрите а получается по каждому члену семьи отдельная папка и куда я складываю документом на и сломанный планшет вот таким вот образом здесь же каждого здесь какие-то например справки мы берем доктору срок годности да допустим и сюда какие-то ответы из госучреждений когда мы сдаем там ну вот на пособие сдавала когда веру родила в этой коробочке у нас хранятся квитанции на кварплату и здесь в таких вот маленьких конвертиков у каждого такие знаете ходовые документы полис паспорт у кого да есть затем получается полис паспорт страхового этот ящик у нас получается такой более хозяйственный также все инструкции также обслуживание квартиры какие-то договора например да то есть у меня отдельно мы сложим документы на квартиру здесь какие-то провода которые нам пока не нужны и коробочки теперь закрывай открывай последний ящик и последний ящик у нас получается такой творческий я показывала видео рисунки вот на стёпу и народу их все творчество и их все которые в санике в школе грамоты это у стёпы это у ромы все хранится здесь у нас получается запасы на них творческих тетрадочек что-то не начали сферы не закончили да и здесь какие-то папки канцелярия и ручки я покупала специально для себя такой вот такие девочки занимаюсь тем что разбираю постиранное белье чистое собака у нас там рома пришел в больницу ездил в общем показывал да блин девчат у меня высохало белье накопилось у меня тут три получается цикла стирки вот вообще я стармод на в этих пониманиях я белье глажу я не глажу только знаете из серии домашней одежды если она позволяет быть не глажена либо я так называю сдать уверены посекундчики ну потому что ребенок приучается до горшку и понятно что белья много и тысячу каждый не так ларито тут точно свихнешься поэтому вот тут в этой большой куче все что нужно до разбирать и я хотела показать вам что я делаю когда у меня все постиралась понятно что когда дети дома либо когда жара невозможно я стараюсь поступать следующим образом у меня и сушилка на балконе вот там вот она сушилка на балконе вот она сушилка вот этот у меня заполнилась все белье высохла я сняла и сразу погладила то есть разобрала носочки там трусики что глажу что не глажу и погладила так прошу ты заходи конечно можно зайти да можно зайти ты заходи конечно вот а когда накапливается и когда много я делала каким образом значит раскладываю под членом семьи кучки этот у меня степаша веруся ромаша папа наш я ну и конечно там до постель на отдельно полотенце и сразу перебираю и вот у меня кучка здесь вот это все чистое поэтому не смотрите что на кровати вещи которые малы которые я буду готовить на отдачу документам поэтому вот таким вот образом и сейчас и глажу я также спал вот по этим кучкам сначала степина я все погладила и тут же сразу разложила потом вере на ну вот так куда то есть и это позволяет максимально держать порядок и мне очень раздражает когда чистое белье где-то валяется ну лежит и но сразу какой-то хаос знаете такое создается поэтому а когда вот так у все сразу но и не напряжно и быстро и чисто решила добавить кадры свои глазки на гладили на досках и решила что такая старенькая но не обращайте внимание главное нормально гладится белье за ней по поводу глажки я знаю что многие не гладят белье кто-то наоборот гладит кто-то гладит перед выходом я пробовала разные способы я скажу честно мне не подошел ни один я пробовала и влажную эту глажку да мокрую глажку и аккуратно раскладывать и раскладывать неглаженное белье по шкафам и и потом перед выходом гладить может быть потому что у меня маленькие дети и мы так спонтанно куда-то собираемся тут еще нужно гладить либо еще что-то но вот у меня не подошел тут я говорю что мне не подошел ни один из этих способов и наверное я старомодно да как я сказал видео да и я считаю что ну вот мне приятно просто вот этот вот мой такой случай да что мне приятно даже открывать шкаф когда в нем лежит глаженное белье опять же каждому свое кто-то очень вот полюбил например да там вот эту влажную какую-то глажку так далее мне не подошло поэтому я продолжаю гладить и как говорю уже говорила дата уже в начале видео что я глажу вот одна стирка 1 глажка и стараюсь не накапливать это здесь я немножко тут расслабилась что дети в садике и можно знаете там не торопиться а так конечно и плюс еще к тому что я сразу разбираю по категориям и потом очень удобно уносить вот это все в шкаф и очень удобно вот так куда я сложила по категориям потом разнесла сразу все вещи повесила на плечики да все развешивала это минимальное количество времени еще успеваю тут степана немножко повоспитывать вот и по поводу того что если например во время глажки я вижу что где-то есть какая-то малейшая дырочка либо порвана я сразу зашиваю вот шить я не очень умею люблю но стараюсь как бы поэтому простые какие-то да я могу запросто за что белье я погладила и сейчас кружи за верочка эти поэтому сейчас займусь вот этим шкафом ну точнее вот этим отсеком этот шкаф он у нас остался от прежних владельцев его покупали вместе с этой квартиры и было очень интересно знаете как сделано но в середине вот этого вот отсека нету задней стенки поэтому там получается там получается был вход в такую импровизированную кладовую получаться ты заходишь шкаф и попадаешь в кладовую но так как мы начинали ремонт и планируем все равно ребятам разделять комнату я говорила да в одном из видеороликов вот здесь вот ставить стену то соответственно вход будет здесь и второй вход будет то есть вот там и конечно мы его сдвинули туда убрали эту кладовую но вот как вариант например почему бы и нет то есть до закрытия скажем кладовую да потому кладовку шкафом сделать через него вход в принципе удобно было интересное решение и практично ну вот нам она не пригодилась мы убрали и я в одном из видеороликов показывала я наводила здесь порядок здесь у нас в этом отделении хранится абсолютно вся обувь будем честны тут по большей степени только детская у нас нужен там эти по две пары здесь у нас хранится тоже одежда ну тут моя курточка мужа курточки основном тоже все детская специально сюда перевесил потому что у нас здесь естественного выхода и на урале живем утром у нас может быть минус вечером у нас может быть плюс и в разы удобнее чтобы ну вот одежда на все-таки никуда не бегать и допустим раз у переоделся там полегче или потеплее и пошел пробежалась посмотрела в принципе все вещички мне чистые я готовила к сезону вот ничего сомнений не вызывает вот прошу прощения принципе у всех все должно подойти а наверху у нас рюкзак роменс который мы ездим в такие менее путешествия да и вот в этом кофре языке хранится вся межсезонные аксессуары шапки шарфы варежки но займусь я сегодня вот этой половиной видите за это лето у нас тут и теплые куртки из рукавки и по я полегче куртка это кстати куртку мне еще ромки на степке не ходит и ветров очки то есть у нас видите полный как сказать ассортимент и вот так вот скажу какой-то бардачок у нас здесь образовался здесь принципе ну не организованном у меня ничего и как-то даже не знаю как это все организовать вот ну сейчас пока просто все служу посмотрю что лишнее верху у меня стоят елочные игрушки это игрушки моего детства что это не стоит так высоко чтобы никто до них не добрался в прошлом году украшали елку в этом году не знаю посмотрим будем наверно тоже будем то что вера не дергала в прошлом году эти игрушки посмотрим я еще очень хочу большую шикарную елку ладно отошла от темы значит что делаем просматриваем одежду которую мы ходим здесь естественно все разбираем убираем особенно все шапки которые сейчас не актуальны здесь вот там вот в мешке у меня после ремонта я так у сос покидала покидала и вот он сейчас не требуется ну я думаю надо уже начать его там у меня картошка лежит потому что картошка где обычно лежит в ящике там было муж делал ремонт вот в этом коридоре и я убрала и сюда потому что же разберем коробка это в садик покупали степен поэтому пока стоит я ее просто уберу чтобы на глазах не мешалось и все и погнали работаем и все вот это сделаем и заверю в садик ну и немножко углублюсь да что такое точечная уборка в моем понимании в моем представлении то есть когда дети болеют какой-то форс-мажор или какой-то знаете вот события происходит от меня не зависящая да и при этом мне нужно да все равно поддерживать порядок какую-то чистоту дома я просто выбираю вот какие-то зоны то есть в этот раз у меня выбор пал на комод я прибралась в комоде вот в шкафу прибралась и в белье погладила один день ребятки у меня очень любят такая ремарочка ребятки очень любят когда я ставлю камеру не пром звезды у меня экрана поэтому понять простить вот и возвращаясь до в точечной уборки от получается я понемногу понемногу но в конечном итоге результат виден то есть видно что чистенько видно что все сложено аккуратно удобно все пользуются все счастливы и довольны я довольна что нет вот этого бардака да вот не надо этих масштабных каких-то уборок после которых ты лежишь и думаешь зачем это вообще начала делать и куда это все убежать вот поэтому понемногу разбираю что-то расслабляю что-то выбрасываю что-то ненужное надо складываю и так далее вот делаю таким образом при этом я контролирую состояние здоровья ребенка и при этом я успеваю сделать какие-то другие еще дела до связаны там с работы со своим какие-то до обучением там развитием и так далее плюс как бы и дети тут при мне поэтому и нет вот этого состояния знаете не хорошее конечно предположение вот вымотанной лошади да извините в конце дня то есть забираю веру и вот мы полностью там с детками чем-то занимаемся как-то проводим совместно время можем пойти погулять и мне не стыдно да если вдруг у меня нагрянут в гости мне не стыдно принять этих гостей да потому что у меня дома убрано чисто и все аккуратно ну и вот она более или менее порядок вот она вверху положила большие пакеты маска непонятно нужно она еще будет нужно потом пока туда убрала здесь все застегнула все перепроверила все чистенько все прятненько готово к эксплуатации здесь у нас всегда очень много бахил то что где так много в больнице врачи растет и позаболел врач пришла и бахила 2 шлейка ошейня для собаки здесь у нас господи девочки скажите я скажу на руки брызгать антисептик здесь части пуся здесь у нас две шапочки для вера час она придет из садика я ей по мере сомневаюсь просто сомневаюсь поэтому так вот положила ну а здесь то что актуально да что может пригодиться и в то что мы использовали вот девочки честно за это летом и вот это все использовали от теплых шапок просто вот довязанных к сыночек поэтому вот так услужили здесь ребятишек степен очки солнцезащитным понятно тут духе здесь у нас получается пеленки для собаки впитывающих и внизу положила обувь которая авось пригодится опять таки связи с нашей погодой поэтах верина стёпина там тоже верина у ромки еще не доставала но спонсор моей кукушки на заднем фоне кукушка степанушка по полотенцу ползать на лан полотенца стирку сейчас отнесем здравствуйте кукушка кукушка вы все дела сделали которые мама вам сказала кукушка сколько мне лет жить осталось кукушка симба скажи всем пока пока и до новых встреч пожелаю всем хорошего дня кукушка ну очень девчат всем хорошего дня до новых встреч от обезьянок тоже то ли от обезьянок то ли от кукушек в общем всем пока пока